Как мы обещали вам еще в пятницу, сегодня вы увидите развернутый сюжет о пребывании Алексея Воробьева в Стокгольме и Амстердаме. Представитель России на конкурсе Евровидения репетирует в европейских концертных залах и примеряет сценические костюмы. Сейчас у тульского пряника Алексея Воробьева нет ни минуты покоя. Подготовка к Евровидению идет полным ходом. Спать вообще не осталось времени. Раньше оно хотя бы немножко было, теперь его нет совсем. Но это прекрасная работа. Евровидийная подготовка начинается с изменения внешнего вида Леши. Простого русского паренька превращают в копию Джеймса Дина, культовой голливудской кинозвезды. Я здесь, потому что они должны сделать все из меня, из тульского пряника, европейского артиста. Я обожаю подстригаться. Я люблю подстригаться, я люблю короткие волосы, я ненавижу причесываться, я не люблю мою голову, поэтому я люблю короткие волосы. После преображения Алекс Перл, а под этим псевдонимом Лешу знают за рубежом, решает заняться своими основными обязанностями. А именно с личными преподавателями в очередной раз прогнать гетью. В то время, как дома певца покорно дожидается его возлюбленная Оксана Акиньшина, в поездке Воробьев явно не скучает. По крайней мере, у меня здесь появилась подруга. Второй размер. Все нормально. В наших краях Воробьев теперь птица редкая, залетная, ведь он практически не выбирается из-за границы. Все его развлечения – долгие прогулки по Европе. В Болгарии он не может пройти мимо родных медведей. Вы смотрите на своего медведя, теперь на меня, теперь снова на своего медведя, теперь снова на меня. А теперь представьте, я в холодной Болгарии, в Софии, лежу на пляже в одних труселях. На мне ничего нет, мне холодно, я уже синею. А теперь посмотрите на меня. Да, я на медведя. Алексею Воробьеву остается только вспоминать родные края и усердно готовиться к предстоящему конкурсу. Ну а российским поклонникам ждать его победоносного возвращения. Юлия Бабурина, ПРО Новости.